Так, сначала Куала, давай. Так, я сначала... Ням-ням-ням. Лиана, меня срочно вызвали на работу. Я сейчас вызову тебе няню. Придется один день посидеть с няней. На тебе с няней! С няней? Как с няней? Да, с няней. Ничего в этом страшного нет. Ты уже большая девочка, пора уже отвыкаться от маминой юбки. И один день можно посидеть с няней. Сейчас я ее вызову. Нет, ребята, я не дам испортить свой выходной няне. Я устрою сюрприз. Все будет по моим правилам. Алло, Елизавета Петровна? Ну, мне нужно уже выходить. Вы подходите, да? Ага, через пять минут будете. Хорошо, хорошо. Да, я Ляночке сказала. Она вроде бы как нормально восприняла эту новость. Ага, давайте. Ляна, я ухожу. Няня сейчас придет. Мама, стой, только на одних условиях. На каких еще условиях? Пусть няня будет со мной играть в челлендж. Ты хочешь, чтобы няня играла с тобой в челленджи? Да! Ну, хорошо, я передам ей, что ты очень любишь челленджи, и чтобы она исполняла твои желания и играла с тобой в челленджи. Спасибо, мама! Все, пока! Ох, Оль, ребята, няня пришла. Ребята, сейчас начнется челлендж. Няня будет говорить 24 часа. Да! Итак, с начала чуть-чуть разбросаем игрушек. Ха-ха-ха! Ну, челлендж, привет! Я твоя няня на 24 часа. А что мы с тобой будем делать сегодня? У тебя тут все разбросано, столько игрушек вообще! Ну, привет, няня! Ну, и как тебя зовут? Ну, Елизавета Петровна меня зовут? Ну, можешь называть меня просто Лиза, раз уж нам столько с тобой сидеть. Короче, я тебе скажу одно. Мама тебе заплатит деньги, если ты со мной будешь играть в челленджи. Да, мама твоя заикалась там что-то, что ты любишь какие-то челленджи. Что это за челленджи? Да я вообще не умею ни в какие челленджи играть. А тебе не надо уметь. Челлендж уже начался. 24 часа. Говори «Да». И что, мне надо всего лишь 24 часа говорить тебе «Да»? Да. Фу, легкотня, да хорошо. Я думала, еще что-то делать придется. Хорошо буду говорить «Да». Имей в виду, денег тебе не видать, если ты один раз скажешь «Нет». Ты всегда должна говорить «Да». Значит так, убери все быстро мои игрушки. Убирай, убирай. И что это у тебя за челленджи такие? Еще игрушки твои убирать. То есть ты мне будешь говорить «Да», а я буду еще-то складывать все. Короче, быстрее это все убрать, чтобы мама твоя этого всего не видела. Хлам просто. Что за челлендж придумали? А это кто? Что это? Иди ворок. Что это за лошадь с рогами? Это не лошадь с рогами, это иди ворок. Иди ворок. У меня таких игрушек вообще не было. Я в нормальные игры играла. Куклы там, все такое. Это что за рога, лошадка? Что это? Я это раз вижу. И что мне эти уроки делать? Пойду-ка Лизу позову. Лиза, Лиза. Ну, что ты там разоралась? Сделай за меня домашку. В смысле домашку? Ты что, вообще что ли? Я что, домашку буду за тебя делать? Да, да, да. Давай, 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 садись. А, челлендж же идет. Давай, давай, садись, садись, садись. Что вы там проходите, чушь всякую? Решаю тут примеры. Эх, что-то скучно конфет захотелось. О, Лизу позову. Лиза, Лиза, ну что так долго, как улитка? Ну, что ты там разорвалась-то, господи? Что ты хочешь опять? Не даешь мне не посидеть. Ну, что не сделаешь? Домашку за тебя сделала. Игрушки убрала. Что еще хочешь? Я хочу покушать. Кушать, господи, что эти дети-то хоть едят-то? Кашу тогда тебе дам? Нет. В смысле нет? Мама сказала, что ты кушаешь кашу. Нет. А что? Конфеты. Нет, какие конфеты? Ты тебе, когда мама не заплатит деньги, если ты мне не дашь конфеты. А, я помню, это твой глупый челлендж. Точно, всегда говори да. Конфеты. Да. Да, конфеты. Хорошо. По-моему, сегодня будет самый прекрасный день. Ничего, фондок. Да ничего, искала эти конфеты, маму твою я спрятала. Господи. Вот, на тебе, конфеты ешь. Уже, не знаю, быстрее бы, вещи уже устало от этого. А это что, тоже конфеты? Ты еще все это съешь? Да! Меня мама твоя убьет. Ты забыла, что тебе мама деньги не даст. А, помню, челлендж, челлендж. Надо играть с тобой в челлендж. Ой. Все, я пришла спать. Не хочу никаких конфет. Не мешай мне. Лиза, стой! Лиза, Лиза, давай погляд! Что ты разоралась? Господи, я... Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты со мной играла! Ой, это челлендж. Я вообще думала, что все это намного проще. Я думала, что просто нужно будет говорить всегда да, там, просто скажет, там, у птиц есть крылья? Да! У собак есть ноги? Да! А здесь нам все надо говорить да, поиграй, да, собери игрушки, да. Получается, это уже не челлендж какой-то, а просто каторга какая-то. Это вообще просто... Что это? Вообще не работает. Я не знаю. Так, Лиза, давай с тобой играть. Вот, держи котика. Лиза, мне надоело с этими игрушками играть. В смысле надоело? Ты чё? А чё ещё делать-то будем? Я уже домашку за тебя сделала. Игрушки уже убрала. Что ещё ты хочешь? Я хочу попрыгать на маминой кровати. Нет, только нет! А какая мамина кровать? Да уже мама скоро твоя придёт. Она меня убьёт, если будет увидеть, что ты прыгаешь на её кровати. Что ты должна сказать? Знаю, знаю, челлендж, да. Всегда говори, да. Да, да, Лиана, прыгай на маминой кровати. Да. Давай! Вперёд, пошли! А чё, реально круто вообще, да? Вообще реально круто прыгать на маминой кровати, да, Лиан? Ага. Мне вообще тоже понравилось. Вообще прикольно с этим челленджем. Мы вообще день провели, да? Угу. Только я вообще жуть так устала вообще. Не полежать бы сейчас. Давай, давай, давай. Лежи, лежи. Поспать. Короче, ребята, Лиза засунула. Сейчас мы её покрасим. Ну вот, ребята, Лиза спит. Так, я суюсь. И второе на локтике-тике. Как вам моё творчество, ребята? Просыпается. Пойду-ка уже. Щ-щ-щ-щ. Хочешь вторую серию? А-а-а! Лиана! О-о! Мне пора бежать! Ну что, ребята, сегодняшний челлендж у нас вся. Няня не испортила мой день. А если тебе тоже понравился челлендж, тогда пиши в комментариях и ставь мне лайки. Гра-ой! Лиан. До каких-то.